Кандидаты в президенты объявили полную мобилизацию своих сторонников. Противостояние с каждым днем становится ощутимей. Сегодня идет борьба за голоса неопределившихся. Именно их пытаются завоевать Игорь Дадон и Майя Санду. Одним словом, наши избиратели должны будут решить, кто из них сделает больше для страны, кто лучше подходит на роль главы государства. Ответить на эти вопросы честно и беспристрастно – дело принципа. Вы смотрите Акчен ТВ. Здравствуйте. Мы продолжаем знакомить вас с позицией самых разных людей. Сегодня у меня в студии Валерия Реницы, политический комментатор. Добрый вечер. Добрый вечер. Станислав Вартанян, Кишиневский муниципальный советник, политолог. Иван, здравствуйте. Добрый вечер. Вы знаете, я наметила себе нашу беседу по нескольким направлениям. И начать хочу все-таки с экономики. Дело в том, что вчера, наверное, впервые оба кандидата раскрыли нам свое видение экономического будущего страны. Вот мне очень интересно, кто для вас был убедительнее? Господин Вартанян. Ну, вы знаете, я уже вчера написал в социальных сетях, что слово или фраза дня – это экспорт или импорт. Наверняка все, кто видели вчерашние дебаты, запомнили первые дебаты на Молдову, в первую очередь, этой фразой. И вот этой коллизией по поводу того, что госпожа Санду – я напомню, это один из ведущих экономистов, наверное, как она считает Молдовы, поскольку она работала во Всемирном банке – перепутала экспорт с импортом. Вы знаете, вот по поводу экономиста на одной из программ также я заметил, хотел бы еще раз повториться. Когда Майя Санду говорит о том, что она узнала о том, что что-то происходит в банке экономии и уходят миллиарды куда-то, она говорит, что она узнала об этом всего лишь в 2015 году, в то время как уже общество об этом узнало, в том числе и из-за протестов, в том числе и через парламентские заседания. Еще в 2013 году, в начале 2014 года, и в том числе и когда знаменитая комиссия Рейдмана уже занималась этим вопросом, что в банке экономии что-то не так, что-то намечается, и банк экономии в конце концов в августе 2013 года был отдан в частные руки. Так вот, когда экономист Майя Санду говорит о том, что она узнала, что оказывается в банке экономии воруются деньги и вообще что-то происходит не так, в 2015 году спрашивается, а что это за экономист такой, когда ты закрываешь глаза, либо ты не понимаешь, что происходят какие-то подозрительные транзакции в особо крупных размерах. Речь идет не просто о транзакции в 50 тысяч лей или в 100 тысяч лей, а миллионы, десятки миллионов леев. Теперь, если говорить о вчерашних дебатах и... Меня интересует экономика. Ее видение экономического развития страны вас убедило? Не убедило по одной простой причине. Я давно заметил Майя Санду, если говорить именно о ней, один момент. Я уже неоднократно говорил, что все впечатление создается, что Майя Санду это надутый политический проект, но самое главное в ее программе, то, что она всегда педалирует, это коррупция, борьба с коррупцией. У меня сложилось такое впечатление, что когда ее формировали, когда сели люди, политтехнологи, и решили подумать, какой же прилепить ей образ, они посмотрели вопрос и увидели, что на первом месте то, что не нравится людям, это коррупция. И сказали, ну все, Майя Санду будет говорить о коррупции. В то время как об экономической составляющей, что она собирается делать с экономикой, кроме как просто продолжать так называемую политику приближения к Евросоюзу и имплементацию договора об ассоциации, мы ничего новых идей не видели. Вот если так коротко. Спасибо. Валерий, кто для вас вчера на дебатах был убедительнее, когда говорили об экономическом развитии страны? Ну тут все просто, потому что я не считаю госпожу Санду экономистской. У нее всегда по вопросам экономики какие-то теоретические выкладки и символы. Как бы мы ни относились к господину Додону, другому конкуренту, то есть это человек, который сделал карьеру в реальной экономике. Поэтому, когда он отвечал на вопросы, он говорил об экономических реальностях в Молдове. Не вообще о экономике, а вот о вещах, которые он знает и сталкивался. Ну такой был его путь, ничего не поделаешь. Поэтому тут даже и спорить нельзя, кто был сильнее в экономике. Один человек просто знает экономики, сталкивался в профессиональном пути, а другой человек, то есть Майя Санду, она об этом читала в книгах и слышала. Ну вот мне кажется, что многое о кандидатах скажет их отношение к подписанному, очевидно уже мы понимаем, что уже и принятому, да, меморандуму с МВФ, к этому документу. Вот я не знаю, как вы поняли отношение кандидатов вообще к этому всему, Валерий? Вы как-то поняли, что будет делать Майя Санду? Понимаете, тут есть более такой общий вопрос. Из Майя Санду нужно было сделать в короткий срок политическую звезду. И поэтому она должна была делать какие-то неординарные вещи, даже если это глупости, потому что было очень много глупостей, может мы вернемся к этому. Но нужно было делать какие-то очень жесткие заявления, которые бы как бы выделялись на фоне всего. Вот если, например, правительство и нормальные экономисты думают, что это хорошо, когда мы получим апробированный документ от МВФ, она должна сказать нет, просто потому, чтобы выделиться. И тут я больше ничего не могу добавить. Все, что она делала в своей карьере, чтобы создать из себя политикой, это были такие неординарные, публичные, гламурные жесты. И по отношению к МВФ было то же самое. То есть все понимали, что чтобы преодолеть этот кризис экономический, очень глубокий, нам, как бы мы ни относились к МВФ, МВФ, но он открывает двери к другим кредитам, к другим грантам. Поэтому все понимают, что нужно. Да, это какое-то зло, но пока это, то есть нужно согласиться с этим наименьшим злом. А вот Майя Санду говорила, что нам это не нужно. То есть этому правительству не нужно. Вот ей бы, если бы она была правителем, то ей бы, да, в таком случае, да. А вот то, что нужно сейчас всему народу, то это не надо, потому что это идет в разрез ее политическому восходу. Станислав, вы как поняли ее отношение к кредитам МВФ? Потому что на самом деле вначале она написала письмо с просьбой не давать денег Молдове, потому что украдут, по ее же словам. А вот теперь как-то она молчала все это время. Вот мне любопытно. Ну вот я по этому поводу тоже однажды написал, что мне хотелось бы знать, насколько изменится позиция Майя Санду по отношению к кредитам МВФ после того, как ее поддержала формально власть. Полходнюк и команда Димпартии. Там могут они спорить, как поддержала, не как, но тем не менее мы видим, что практически все представители Альянса за евроинтеграцию, всех мастей, всех номеров, а 1, 2, 3 и всех коалиций, после первого тура выразили поддержку Майя Санду. Так вот, мы видим, что сейчас она молчит и, в принципе, уже как бы согласна со всем СМВФ. Значит, в этом отношении я хотел бы немножко подкорректировать господину Альянсу и дополнить тем, что для Майя Санду, вы знаете, она, когда были протесты, когда три лидера оппозиции, Дадону, Сат и Анастасии были на площади, вместо того, чтобы ходить и протестовать вместе с ними, она один или два раза буквально прошла с толпе в больших черных очках, чтобы ее никто даже не заметил, не узнал, но тем не менее, чтобы потом в новостях сказали, да, я была с протестующими. Так вот, для нее попытка сказать, упрекнуть МВФ, показать пальцем на МВФ, что не дай бог вы даете этой власти деньги, потому что она коррумпированная, на мой взгляд, это просто попытка каким-то образом войти в колею протестующих, войти в колею, встать вровень с оппозицией. Хотя в реальности все понимают, что она не может и не была никогда оппозиция, она была всегда частью этой власти, как это показало. В то время как, с другой стороны, как я уже говорил, из трех оппозиционных лидеров, хотим мы или нет, так уж получилось, что власть практически выбила, и плюс западные структуры, если в отношении Усатова это власть, конституционный суд, а западные структуры в отношении Анастасии выбили их из игры. Поэтому осталось буквально... Поэтому, на мой взгляд, сейчас мы видим, что остался человек, преемник власти, с одной стороны, и представитель оппозиции. Так вот, если говорить о представителе оппозиции, Игорь Дадон, он неоднократно говорил, что МВФ — это не зло само по себе. Зло — это если ты подписываешься в МВФ не глядя, соглашаясь на все условия, и соглашаешься в том числе на непопулярные социальные реформы. Вот это зло. И вот в этом отношении, если сравнивать двух кандидатов, то тут абсолютно нет ни у кого никаких сомнений, что если Майя Санду будет подписывать все, что и скажет, и поставит на стол Международный валютный фонд и Всемирный банк, то Игорь Дадон и его команда экономистов, и Зинаида Кричанна, и Головатюк, и другие, как это уже было неоднократно в 2005-2006 году, когда они сами рассказывали, и все прекрасно знали, что... То есть, ну, я знаю, Зинаида Петровна говорила так, нет, она говорила так, мы сами писали программу. Собственная города. Мы писали, а здесь получается, что пишут другие люди и ставят условия. То есть, шли настоящие переговоры, где представители Молдовы отстаивали свою позицию до конца, а не так, что мы просим у МВФ денег, чтобы закрыть нашу дырку в четверть бюджета, потому что иначе народ возьмет нас на вилы, потому что мы украли миллиард. Дайте нам денег, чтобы прожить. Вот так. Поняла. Валерий, вот эта позиция в отношении МВФ. Многие политологи написали, что это свидетельство того, что Майя Санду никакой не антикоррупционер, потому что она все равно, для нее это задел, да, на сотрудничество с властью. Если Андрей Настаса говорил у нас, что он строго за распуск парламента, за досрочные выборы, да, он протестовал, то вот это может являться свидетельством именно того, что Майя Санду будет сотрудничать с властью. Вам как эта версия? Я даже сейчас не говорю о том, что демократы ее поддержали, потому что вы понимаете, что люди Майя Санду тут же начали говорить, что за этим стоит Дадон, что наоборот Дадон, человек-плохотнюка. И вот этот пинг-понг мы очень часто видели. Как вы прокомментируете? Ну, теперь главное для Майи добраться до власти. Вот что главное. Любой ценой? Абсолютно. То есть любой ценой. Она, то есть я так понял, что ее нарядили на эту роль за границей недавно, не так давно. И просто она не до конца понимает свою роль, и она не до конца понимает, что она должна делать. Поэтому все это происходит на ходу. Ей подсказывают там советники на ходу. Она не все это понимает до конца. И, в общем-то, видно по картинке, по телевизионной картинке, что ей приходится не сладко. То есть она иногда говорит вещи не в попад. Она на первых дебатах вообще не смогла держать себе в руках и была очень агрессивна. А вот что будет, если она станет президентом, гипотетически, она будет делать то, что ей скажет хозяева. Ее хозяева все-таки не здесь. Может, у нее есть какие-то контакты, и она понимает, что она должна будет, как президент, каким-то образом сотрудничать с властью. Но она будет делать только, в главном, будет делать то, что ей скажут ее настоящие хозяева. Вот тут хотел бы дополнить насчет того, что будет делать Майя Санну, если кто хозяева и так далее. Я вот пока ехал сюда, в пробке у меня вот такой образ был. Я хотел бы его как бы поделиться. Все наши телезрители наверняка знают такой образ, такое понятие, как суверенная демократия. Это понятие было введено еще в XIX веке в Соединенных Штатах и в других странах, но его в последнее время один из идеологов новейшей России, Сурков, возобновил. Если Майя Санну становится президентом, то вот в этой связке суверенная демократия, суверенитет Молдовы упадет до нуля. Практически нуля. Он и так сейчас не сильный. Но в этом случае, на мой взгляд, Майя Санну будет просто проводником и посредником между международными структурами, в первую очередь Международный валютный фонд, Всемирный банк, Государственный департамент, то есть американский официальный структур, европейский и, собственно говоря, координатором власти Плохотнюком. Если Дадон станет, причем демократия примерно будет на том же уровне, плохом, хорошем, демократия последних семи лет. Если Дадон станет президентом, то суверенитет, я думаю, он будет стремиться к тому, что суверенитет повысился. Это будет видно на отношении к аунионизму, это будет видно на отношении, его отношения относительно наших взаимоотношений с Востоком, с Российской Федерацией и так далее. Демократия, я думаю, демократия тоже самое примерно будет на уровне. То есть, все идет, весь сейчас вопрос идет о том, что какой будет, насколько суверенна наша будет страна. Понятно, что мы зависим от рынков, от инвестиций, от денег, но о том, как президент, как гарант конституции, как человек, который обладает какими-никакими, но человек, который может озвучивать стратегию государства. Вот многие говорят, что президент не может издать такой указ, не может принять такое решение, но президент может говорить, президент может озвучивать, президент может настаивать. Президент может расставлять акценты. Но я задам вам такой вопрос, он все-таки тоже обсуждался достаточно широко в сети. Вот сам факт предоставления денег Республике Молдова, Некоторые комментаторы написали прямо, деньги дают под Майю, потому что американцы уверены, что она победит. Вы читали такую версию? Да. Ваш комментарий. Я думаю, деньги дают не под Майю. Есть версия конспирологическая, что деньги дают взамен на согласие Плохотнюка снять лупу и, грубо говоря, дать американцам шанс во втором туре победить. То есть вы так это называете? Это конспирологическая теория, я ее не очень разделяю. Возможно, деньги дали перед вторым туром, чтобы хоть как-то попытаться спасти так называемый право-фланг, так называемый проевропейский фланг, что еще раз доказывает, что Майя Сандо является преемником последних 7 лет этой власти. То есть тут все банально. То есть технически они сделали все, чтобы получить эти деньги, в том числе и положили на плечи граждан эти украденные миллиарды. Это было одно из главных условий. Вот. А для чего это было сделано? Ну, понятно, что это сделано не для того, чтобы победил Игорь Датон. Валерий, американцы говорят, ничего просто так не делают, если они не уверены в успехе. Сигнал о том, что у нас будет более-менее хорошо с этим очередным кредитом, с апробированием нового соглашения с МВФ были до того, как Настасья уступил Майе. То есть я не думаю, что это апробирование под Майе. Более того, я думаю, что если Майя проиграет, то у американцев есть свой сценарий, как выйти из этого с пользой. Есть мирный сценарий и есть немирный, насильственный сценарий, я так думаю. Это смотря, даже будет это обсуждаться до тех пор, пока будет заявление господина Датона сразу, скажем, после того, как он победит. Если помните, после революции 7 апреля 2009 года, это подчеркивалось, и никто из американцев это не отрицал, что если бы Воронин на своей пресс-комференции после победы 6 или 5 апреля не сказал, что он не будет сотрудничать с оппозицией, если бы он сказал, что он будет сотрудничать с оппозицией, то не было бы 7 апреля. То есть все будет рассчитано до конца. Я думаю, что и вплоть до выхода, то есть до последнего подсчета голосов и сразу после, я думаю, что интересные люди из-за границы будут выходить на господина Датона, если он победит. У вас есть комментарии? Интересные люди, я думаю, это ни для кого не секрет, он не скрывал, что за последний месяц он встречался практически со всеми ключевыми послами и Евросоюза, в том числе и Соединенных Штатах Америки, и с господином Тапиолой, и с российским послом. Ни для кого не секрет, что как бы ни рисовали в социальных сетях, в новостях из Датона какого-то человека, который начнет войну, ни для кого не секрет, что Датон это вменяемый политик, который понимает, что самое последнее, что мы хотим здесь, это чтобы здесь разгорелся конфликт. И самое последнее, что мы хотим здесь, это Майдан. Поэтому в любом случае я согласен, что и Запад, и Восток будут очень внимательно наблюдать за первыми шагами Игоря Датона в течение первых ста дней, трех-четырех месяцев. И от этого, возможно, и будет корректироваться позиция той или иной страны. Это безусловно. Но я уверен, что в отношении МВФ, раз уже есть финансирование, то почему бы, наверное, надо посмотреть, во-первых, какие условия, и уже дальше смотреть по поводу условий. Потому что, насколько я знаю, еще не опубликовали финальный. Нет, мы еще не знаем. Вот это очередной, в очередной раз что-то подписано, принято без того, чтобы люди знали. И это плохо. Это плохо, в том числе и для той же самой демократии, которую продвигает нынешняя власть. Мы уже с вами плавно перешли от экономики и к внутренней политике. Что будут делать кандидаты? Мы пытаемся пояснить с вами для людей. И, Валерий, вы сказали, что Майя Санду всю компанию строила на том, что она человек, который будет бороться с коррупцией. Вот так. И сегодня появилась, не знаю, информация, а потом уже доказательства, что партия Майя Санду получила деньги от Шора. Мне интересен вначале ваш комментарий. о чем это говорит? Ну, это очевидно говорит о том, что политик Майя Санду плохо следит за собой. Во-первых, я имею в виду, что выпирает все время впереди всех ее качеств, выпирает честность, что очень странно это делать в нашей стране. Потому что люди, в общем-то, может, придется потом дать хороший пример. Люди, в общем-то, у политиков не ждут от них в первую очередь честности. То есть, они ждут от них, чтобы, знаете, как хорошая кошка, мошей ловила. А потом остальные такие человеческие качества, как бы, понятно, что они нужны, но это не тогда, когда борются два человека за должность президента. И, к сожалению, для нее и для ее команды они получили очень сильный удар вот именно по этому имиджу. Потому что имидж строилась на пуританство, как бы, то есть, на такой святоши, на святоши, на то, что, в общем-то, она еще ничего не успела украсть, потому что было некогда, потому что крал, в общем-то, у них один пахан, то есть филат, поэтому остальным доставалось мало, а ей почти что ничего. Ну, это еще, так сказать, есть время это проверить потом, но вот, оказывается, некоторые вещи уже выводят на чистую воду. То есть, этот разговор одного из, ну, я думаю, что это правая рука, да, тот, который говорит. Это заместитель ее по партии, господин Гроссу. Правая рука, который вел этот разговор, все опубликовано, все ясно, что он ведет разговор о каких-то левых, то есть, деньгах, вот именно, и вот именно вот это отношение к этим грязным деньгам, госпожа, Санду, простите, все время подчеркиваю, что она никогда, что она малыми средствами, и малые средства делают, как Штефан Челмаре, большие дела, да, великие дела, и я уже подумываю, что, в общем-то, следует обратить внимание к таким вещам, о которых говорили некоторые эксперты, что у нее есть западные советники, которым платит не она, а платят соответствующие организации, и есть такие вещи, которые она не должна обязательно платить из фонда, а кто-то платит за нее, и что есть такие и были, все время говорят, что так, электронная компания не начинается за месяц до или за два месяца, она начинается давно, так я думаю, что есть очень много людей вокруг нее, которые получили соответствующие гранты из соответствующих международных организаций, и которые спокойно работают, и не обязательно эти деньги показывать, так сказать, чеку, циклу. Ваш комментарий мне, конечно, интересен, потому что, судя по всему, неудача вот такая, вот она должна сыграть, вы, очевидно, думаете, в пользу вашего кандидата. Нет, я думаю, что, ну, косвенно, наверное, как-то она и сыграет в пользу, но, скорее всего, сыграет против Майя Санду, но, первое, я не соглашусь с категорическим образом господином Реницы в том плане, что Пахан только один, я не соглашусь в том, что Пахан только Филат. Пахана два, мы всегда прекрасно понимаем, и сам Китрара говорил, что мы прекрасно знаем, куда деньги уходят, мы лучше этого Кролла знаем. Над Паханом Китрару, над Китрару есть другой Пахан, который сейчас, собственно говоря, и Паханцы и Коалиции. Но, это другой вопрос, мы прекрасно, сейчас не будем говорить о том, что кто украл миллиард, кто был, то есть мы, я думаю, согласимся все, что все были замешаны, в том числе и Плохотню. Вот. Второе, по поводу Шор, Гроссу и так далее. Вы знаете, то, что это скорее всего подстава, я соглашусь с этим. Возможно подстава, может быть не подстава, может быть... Подождите, кто кого подставил? Нет. Я не знаю, каковы мотивы Шора, но, я просто хочу сказать одну вещь, если бы Шор заплатил эти деньги, к примеру, Андрею Настасе, если бы Андрей Настасе был бы кандидатом, он мог заплатить хоть весь бюджет Аргеева, никто бы даже не поверил в эту историю. Но тот факт, что Шор заплатил это кандидату, который являлся частью команды Филата, а Шор спонсировал Филата, это доказано, и даже мы все прекрасно понимаем, это в очередной раз вот этот факт напоминает всем о том, что Майя Санду это часть этой воровской системы. Меня не интересуют мотивы, почему Шор присчитал эти деньги. Меня не интересуют мотивы, почему человек звонил, разговаривал с Гроссу. Понятно, что Гроссу виноват в том, что он описывал по телефону, как можно наколоть чек, цик, как нужно, он описывал человеку. То есть, человек, второй человек в партии, которая себя позиционирует, как партия справедливости, правды, западных ценностей и чистоты, не может объяснять по телефону, зам, правая рука кандидата, не может по телефону человека объяснять, каким образом нужно сделать так, чтобы деньги обошли все легально и чтобы никто не прикопался. Это мы все прекрасно понимаем. И если уж ты, даже если это подстава, предположим, что он специально позвонил, чтобы он вытащил, если ты говоришь, что у тебя есть декретатель, если ты говоришь, что мы не принимаем денег из непонятных счетов, ты не имеешь права такие вещи рассказывать и объяснять людям. Это понятно. Но, повторяю еще раз, Шор лично сегодня сказал, да, я платил деньги ЛДПМ Филат. Он красиво сказал. Он сказал так, меня попросили, я заплатил. Мне непонятно, почему сейчас столько эмоций на этот счет. Может кто, сколько угодно говорит, что Майя Санду никак не связана с ПЛДМ. Мы вчера и сегодня на пресс-конференциях, мы о них еще поговорим, но я не буду сейчас... Это очень важно. Очень много моментов, которые указывают на то, начиная от избирательной компании, где Майя Санду вместе с Филатом говорили о всеобщем благоденствовании, в то время как деньги из Банка Деэкономии через 3-4 офшоры счета попадали на счета американских лоббистов, которые, грубо говоря, образ Филата и все эти ролики делали ему. И заканчивая, собственно говоря, сегодня люди, которые ЛДПМ полностью вся под ними, ЛДПМ Чебатару сказал, что после выборов скорее всего ЛДПМ превратится в паз, то есть сольется, и заканчивая такими мелочами, как даже охранник Филата, теперь охранник Майя Санду. О чем мы говорим? То есть вы говорите о том, что это идет на сегодняшний день возрождение новой ЛДПМ с Майя Санду во главе. Да, и вот эта история с Шором и перечислением. Это доказательство. Это доказательство, во-первых, напоминания, и самое главное, что это разрушение образа, что люди должны понимать, что Майя Санду это не новое лицо в политике. Майя Санду это отчаянная попытка, на мой взгляд, Запада на последней 100 метровке после 7 лет этого беспредела, когда они проснулись с президентскими выборами и посмотрели вокруг, у них нету кандидата. Они видят, что есть серьезные кандидаты на левом фланге, оппозиционные, прежде всего Игорь Дадон, самым большим политиком. И вдруг у них они проснулись с Филатом в тюрьме, с Плаходняком, координатором, и Михаил Гимпу, и Долин Киртуар. Михаил Гимпу, это святое. Господин Реница, смотрите, я сейчас задам, возможно, вам неожиданный вопрос, но вот сейчас очень многие на самом деле говорят, что Маасанду это возрождение ЛДПМ. И говорят еще, что она помилует Филата, если станет президентом. Ну, мы не знаем, будет это так или не будет, нет. Но у меня вопрос неожиданный. Если мы это все понимаем, неужели господин Плаходнюк получается тогда, что он не понимает, что тот его злейший враг, тот человек, с которым он так сильно соперничал, и сейчас он находится в тюрьме, он допускает возрождение нового ЛДПМ? Поясните. То есть вы хотите, чтобы я заплахотню как? Я хочу, чтобы вы предположили этот ответ. Для меня... Ну, как-то власть у нас устранилась, а мне интересно, что она думает. Для меня лично Маасанду это не возрождение, это простое продолжение, потому что там в ее команде оказалось очень много политехнологов, людей, мыслящих, немыслищих, просто клятвенно верных филату. Поэтому это та же команда, просто она, если помните, когда она начала строить партию, она вообще не хотела говорить о том, кто в партии, и даже близких. Да, она команду не называла. Там были некоторые люди, которые, ну, простые статисты, и она вот говорила, вот я с этими пойду, ну, а потом станет ближе к, значит, к делу, мы увидим, кто там в этой команде. Как оказывается, говорила она это потому, что это была та же команда, в принципе. Просто откололась от этой команды люди, которые вообще стали политическими монстрами, их показывать нельзя было. А так, то есть, которые помогали политтехнологически, своим политическим опытом и так далее, те люди оказались так или иначе в команде Майю Санду. Я не считаю Майю Санду коллегой или, так сказать, политическими политическими попутчицей демократической партии. Не считаю. Спасибо. Давайте поговорим теперь, что происходит на левом фланге. То есть, мы говорили, а теперь вот о господине Додоне и его союзниках. Мне кажется, что вчера произошло знаменательное событие. Владимир Николаевич Воронин косвенно, повторяю, да, то есть, он не сказал прямо, все поднимаемся, идем голосовать за Игоря Додона. Но он косвенно поддержал Игоря Додона. Так, по крайней мере, это поняли все. Для вас это было удивительно. И как вы считаете, вот эти его слова, они прибавят электоральных очков Игорю Додону? Ну, давайте так. Владимир Николаевич, как никто другой, прекрасно понимает и знает качество и личный, и качество как организатора, как человеку, как человеку, он хорошую характеристику. То есть, это одна из ключевых фраз. По-моему, он как-то сказал, что человек как дисциплинирован, аккуратен, как человек команды. Как бы это многого значит, потому что, как ни крути, ни верти, как бы мы не относились к Владимиру Николаевичу, но как организатор, как человек, который мог держать в сильной дисциплине и государство, и команду свою, он мог, особенно в первые годы своего правления, когда нужно было разгребать и решать серьезные задачи. Второе, по поводу бойкота. Действительно, он сказал, насколько я понимаю, что он сказал, что те, кто не будут бойкотировать и все-таки считают, что во втором туре, поскольку уже бойкот не имеет юридической силы, в любом случае, практически один или второй должен стать президентом. То есть, вы можете выходить и тут понятно, и он сравнил, дал сравнение. Абсолютно понятно, что выбрать между двумя людьми, между Игорем Дадоном, с которым он работал несколько лет, собственно говоря, был один из ключевых людей в его команде, в команде Едины Петровичановны, и Майя Санду, которая была всегда консультантом, простым консультантом, исполнителем каких-то политик, человеком, который работал на совсем... Ну, учула, она министром уже была, тоже, да? Ну, министром она была, но мы прекрасно знаем, какие ее достижения на министерском посту, и в том числе и социалисты, и коммунисты много лет подряд в парламенте очень часто ее критиковали. И в этом, кстати, мы социалисты вместе с коммунистами были солидарны. Вот. Поэтому, ну, давайте так. Я не могу сказать, что пододвигло его так к такому, не то чтобы изменению, но, наверное, корректировке, но я думаю, он как мудрый политик, мудрый человек, понимает, к чему может привести президентство Майя Санду. Санду, он наверняка видит, к чему, насколько Запад, западные структуры, неправильничные организации, и что происходит вообще вот в нашем обществе, насколько она снова поляризировалась, что происходит в Фейсбуке, что происходит в социальных сетях. Страшно, что происходит. Туда можно просто не лезть, потому что что-то страшное. И эпитеты, мы еще, наверное, дойдем до манипуляции, лжи и так далее. Как человек, который, в принципе, ну, хотим мы или нет, но те 8 лет, когда он был власти, худо-бедно, но и межэтнический, и более-менее социальный мир в обществе более-менее был. Не было такой ненависти, не было никаких, то есть, не было таких вещей в социальных сетях «Чемодал Макзал России», «Русская свинья» и так далее, которые сейчас мы видим среди сторонников Майя Санду, к сожалению. Вот. Я думаю, что все-таки, как мудрый человек, он решил высказаться. И я думаю, он еще понял, что недаром его несколько раз подряд вызывают на телеканалы которые откровенно за Майю Санду, я имею в виду реалитацию. В прошлый раз они получили от него то, что хотели, они получили пару фраз, в том числе и напомнили про эти его высказывания. Но я думаю, во второй раз он понял, что так его просто использовать не удастся. Больше не позаботится. Больше не позаботится. Хорошо, я поняла. Валерий, ваш комментарий. Вот смотрите, левые все-таки на самом деле уже на последней 100-метровке наконец-то они стали петь в унисон. Мы знаем, что Рената Усат и Дмитрия Чубашенко поддержали. И вот позиция Владимира Воронина. Мы можем говорить о том, что этот электорат уже мобилизован левой? Я не знаю, если вот так все прекрасно обстоит, что весь электорат мобилизован. Но я думаю, что я приветствую то, что мы знаем хорошо господина Воронина. Вы лучше всех как секретарь. И вот он так просто не прощает людям. Я думал, он не простил некоторые вещи господину Дадону какие-то свои, но имел смелость, я приветствую это, что имел смелость проявить себя как человек левого толка. И когда то есть кандидат левый, он должен быть за левых. Поэтому он это сделал. Хорошо. У нас остается совсем мало времени. Я оставила это время для того, чтобы мы поговорили и вы для телезрителей пояснили, что нас ждет во внешней политике, если победит Игорь Дадон либо Майя Санду. Станислав. Ну, в первую очередь и сегодня мы в том числе и говорили, когда развенчивали мифы и манипуляции, которые идут с правого фланга. Первое. Никакой отмены безвизового режима не будет, чтобы люди понимали. Это первое. То, что они пугают на каждом шагу и начиная от самого известного телевидения, не буду называть имя, но мы все раз понимаем, на котором работает господин Кианус и его знаменитой сатирой, которая уже давно не является сатирой, который говорит, что буквально 14 ноября закроет все границы с Украиной и с Румынией, Молдова превратится в три государства федерализованных и мы будем ездить по визам вплоть даже из своего дома выйдем, уже нужна будет виза, тогда он будет стоять с визовой ждать. То есть до того доходят глупости. Абсолютно ничего такого не будет. Первое. Не будет расторгнута договора об ассоциации, а именно не будет расторгнута соглашение о безвизовом движении. Второе. Никаких, я думаю, резких движений ни в сторону Украины, ни в сторону Румынии не будет. Потому что, собственно говоря, Игорь Дадон вчера подтвердил это на дебатах, что мы должны у нас всего лишь два соседа и мы должны с ними иметь очень хорошее отношение, учитывая геополитическую ситуацию тем более. Второе. Третье. Они бьют вас с Украиной. Вот они сидят и говорят, вот Дадон высказался про Крым. У нас теперь ужас, что с Украиной. Два коротких примера по Украине. Во-первых, МИД Украины заявил официально, есть на сайте МИД Украины, что они готовы сотрудничать с любым президентом вне зависимости, кто бы это был, не был. Это явный ответ на то, что здесь истерия. То есть, они готовы сотрудничать с Дадоном это раз. Два. Бытовой пример на одном из больших телеканалов, на одном из ток-шоу украинских людям спрашивали, готовы ли, ну, простите, или готовы ли вы объявить Игору Дадону как будущему президенту, если он будет президентом персонального нон-града. 67% сказали нет. Мы согласны, что Дадон выезжал. Просто Рада получается, вы это хотите нам сказать? Просто Рада? Это не просто Рада, просто один депутат из Порошенковской фракции, который каким-то образом почему-то подал заявку после того, как, в том числе этот блогер, который сегодня рассказал про Шора, он рассказал о том, что в день выборов какой-то самолет улетел на 3 часа в Киев и прилетел обратно. Часто самолет похожий на самолет-координатора. И после этого, кстати, кроме того, как персонального нон-града попросил один депутат, после этого министр обороны Украины и министр обороны Молдовы сели, поговорили и приняли решение о том, что российские войска должны выходить по зеленому коридору. На что Рогозин ответил, это очень весело, что вы говорите. Ну ладно, это же другая тема. Рогозин не надо. В том числе, заканчивая по внешней политику, если идем дальше от соседей, с точки зрения России это безусловно, мы должны открыть, и Дадон, я думаю, ни у кого нет сомнений, что добьется открытие рынка, миграция. С точки зрения Европы и договор об ассоциации это будет нелегко, но я думаю, он попробует и он будет добиваться этого, чтобы мы сели снова с Европейской комиссией, с Российской Федерацией и попробовали найти идеальную формулу для того, чтобы наш производитель был защищен с одной стороны, Россия была защищена от реэкспорта европейских товаров через Молдову, это два, и Европа не была обижена, что они не подумали, что мы с ними полностью разрываем. То есть нам нужна асимметричная торговля, как она была в то время как и так далее. Я поняла. А Майя Санду президент, это что означает? Майя Санду президент, это в первую очередь это ее обнимашки вместе с Трояном Басейскому, которые мы все уже понимаем, что он будет строить партию унионистскую здесь, скорее всего. Майя Санду, это продолжение текущего положения дел, это беспрекословное согласие с любыми политиками Запада. По поводу ее красивых слов о том, что она будет встречаться с Путиным и говорить о том, честность с ним, говорит о том, насколько будет выражать свою позицию, но это все сказки. Она была здесь 7 лет, ну последние, с 12-15, сколько она была, 3 года во власти, и ни слова не сказала о том, что, к примеру, здесь закрывались российские телеканалы, российских политиков здесь выдворяли в аэропорту и так далее. Мы прекрасно понимаем, что, опять-таки, если, особенно для русскоязычных, тех, кто очень ценит хорошее отношение с Российской Федерацией, с СНГ, с Востоком, которые хотят, чтобы Молдова, крен внешней политики молдавской, не был настолько сильным, стоя в сторону Запада, они должны прекрасно понимать. Вот как было 7 лет, при Майя Санду оно будет так же, если не еще хуже. Почему? Потому что Запад полностью почувствует себя как контролирующим ситуацией, начиная от Демпартии Полхотнюка, которая будет обеспечивать логистику, а Майя Санду как координатор будет координировать с одной стороны и унионистов, которые пойдут правым флангом, которые под себя по Басецку, и с левой стороны координатор, который будет обеспечивать как я же говорю. Благодарю вас, Валерий. С кем, у кого из кандидатов будут обнимашки, как говорит Стас? Вы как? Полагаете? Если президентом будет Игорь Дадон, его известные связи в Москве будут определять лояльность. Должна быть какая-то лояльность в Москве. Но я так думаю, что опыт Игоря Дадона политический и еще известное молдавское плутатство помогут ему удержать Молдову в статусе нейтральной страны. Что касается Майи Санду, у нее нет к сожалению ни политического опыта и нет в нее главной в нее нету государственника. За всю компанию что мы это не увидели в нее, что она действительно любит по-настоящему молдавскую землю. То есть если за Дадоном семья и виноградник, то за Майи Санду рюкзак с стразами. Поэтому я думаю, что ее не понял? С стразами. С стразами, извините. Я думаю, что ее легче использовать и ей легче. То есть она более управляемая? Абсолютно. И легче манипулировать. Поэтому чтобы мы избежали каких-то политических или даже военных эксцессов, то люди хорошо должны были подумать, как выбрать. Потому что то, например, что случилось на или в Украине, то это не только вина России, но это большие просчеты и даже откровенные глупости Запада. Я хотел бы скорректировать и согласиться буквально очень коротко по поводу плутовства и, как вы еще назвали, лояльности. Игорь Дадон, в отличие от Майя Санду, он не скрывается и не говорит, что я вот не знаю, давайте как народ решит. Он изначально говорил, что нам нужны хорошие отношения с Россией. Это раз. И мы должны быть нейтральной страной. Я против нас. Нейтральной страной. Я за нейтралитет. Возможно, насчет молдавского, как вы сказали, плутовства. Вы, может быть, имели в виду опыт какой-то Владимира Воронина, который каждый два-три года менял, может быть, его... Не только от Штефана Чалмаря до Воронина. Может быть. Но в этом отношении я в Игоре Дадон не вижу ничего такого, что он говорил, что будет меняться из этой позиции в другую. Это первое. Второе. Мы вчера на дебатах очень четко и увидели. Вот сегодня нас спрашивали, какая журналист спросила у нас на пресс-конференции, а что вы думаете о позиции Майя Санду? Мы спрашивали, а какая позиция? Так вот, вчера несколько раз Игорь Дадон спрашивал конкретно про позицию Майя Санду раз, два, три. Позиция по анионизму вы знаете, как народ решит? В то время, как полгода назад она уже говорила, что я буду за, если референдум. Но сейчас она скорректировала тем не менее. Как народ? Ну, ваша позиция какая? Нет, нет, нет. Как народ? Позиция по НАТО. Вы знаете, как народ решит? Она тоже сказала, да. Мне кажется, что граждане хотят видеть в качестве президента лидера страны, у которого есть позиция, который ее не боится, который ее не стесняется. У Майя Санду вы знаете, как народ? Она не хочет ни обидеть, ни Запад, ничего. Я благодарю вас за участие. Обычно еще в конце вот этих дебатов по минутке вам даю. Меня сейчас, конечно, будут ругать, но все-таки я все равно не отойду от этого правила. Дайте, пожалуйста, свои советы к кандидатам, но только нужно уложиться ровно в одну минуту. Валерий, что вы посоветуете Игорю Додону и Майе Санду? Ну, Игорю Додону я посоветую не возвращаться к некоторым непонятным заявлениям первого тура, а держаться того, что он уже заявил во втором туре по поводу внешней политики особенно. А Майе Санду? А Майе Санду я бы посоветовал подумать над поговоркой, что хороший человек это не профессия. Спасибо. Стас? Ну, в первую очередь, Майе Санду я хотел бы посоветовать, я уже говорил, я хотел бы посоветовать пройти одну избирательную кампанию от А до Я о парламентских выборах, поработать пару лет с простыми людьми в территориях, чтобы у нее была фракция в парламенте, попробовать попасть... Чувствую, говорят, месить грязь. Ну, собственно говоря, почувствовать, что такое проблема людей не через отчеты неправительственных организаций, а напрямую общаясь с людьми. Вот. И после этого попытаться идти на выборы как человек, который, ну, как будто бы не был уже во власти, а который может быть оппозиционным, а не просто с тепленького кабинета министра сразу пойти на президента. А Игорю Дадону? Игорю Дадону я хотел бы посоветовать в первую очередь, поскольку я думаю, и мы уже понимаем, что у Майя Шанцев очень мало шансов, Майя Санду очень мало шансов стать президентом. Вот как будущему президенту я бы посоветовал Игорю Дадону в первую очередь не забывать о том колоссальном кредите доверия, который будет возложен на этого президента, потому что впервые за 25 лет сотни и сотни тысяч человек возложат на одного человека надежды на то, что он сможет каким-то образом сдвинуть, поломать систему и начать изменять ситуацию к лучшему, потому что за 7 лет она очень сильно запущена. Благодарю вас уже вот сейчас точно за участие. Приходите к нам еще, мы будем говорить, как обычно, на самые важные темы. Вы смотрели Дело Принципа. Всего вам самого доброго и доброго вечера.